МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тем не менее вопрос, где служат наши призывники? Я имею в виду по России, географию нашей страны. Наши призывники служат по всей географии нашей страны, но преимущественно в Центральном военном округе. То есть это территория от Байкала до Поволжья. Что вы могли сказать о физической подготовке? Про сельские территории я не говорю. Там топор, дрова, рыбалка, охота всегда на месте. Для городских призывников, которые больше общаются с телефоном. Не переживаете за военную подготовку у таких призывников? Переживаем. Дело в том, что сейчас действительно в свете развития наших гаджетов призывники, к сожалению, не в достаточной мере уделяют внимание своему здоровью. То есть имеют место и такие заболевания костно-мышечной системы, заболевания зрения, потому что очень сажает глаза постоянное смотрение в экран смартфона. Действительно в сельских территориях призывники на порядок здоровее. Ну и в городах наших, в Абакане, Черногорске, Саиногорске, Абазе есть достаточно мотивированные, подготовленные молодые люди, которые с удовольствием занимаются своим внешним видом, своим самообразованием, с удовольствием идут в армию, потому что понимают, что это ключик к определенным возможностям в перспективе. В том числе и в военные учебные заведения. Не за горами выпускные, тот же май и июнь, вот молодой человек задумался о службе в армии профессионально. Я имею в виду, он решил стать кадровым офицером. Что ему необходимо знать? Ему надо в первую очередь посетить сайт Министерства обороны, mil.ru, и найти нужный раздел и прочитать про наши вузы. На самом деле сеть вузов Министерства обороны, она обширна. Она как обширна географически, так и обширна по своим профессиям. И выбрать, что, как говорится, душе угодно, какие войска, изучить, какие дисциплины надо сдавать в тот или иной вуз. И, соответственно, прибыть в военный комиссариат по месту жительства, там тоже много у нас наглядной агитации, с вузов высылают централизованно. И, соответственно, есть эти брошюры, и рекламные проспекты, и условия поступления. Поэтому обращайтесь в военный комиссариат и не затягивайте. Потому что прием документов ограничен в связи с тем, что нужно проводить мероприятия, такие как профсихотбор, по здоровью и так далее. То есть понятно, что поступление будет в июле, но начинать надо сейчас. В военкоматах говорят о резервистах. Что за новая система, к чему она ведет, и кто может в ней поучаствовать? Да, сейчас проводится набор в мобилизационно-людской резерв. Это, ну как, коротко если сказать, это те же запасники, которые в запасе стоят в военных комиссариатах своих, отслужив в армии, все зачисляются в запас вооруженных сил. Единственное, у них более высокая готовность к применению, к выполнению задач, начиная от того, что форма одежды у них дома хранится и так далее. Это реальная прибавка к доходу семьи, потому что за период нахождения в мобилизационном людском резерве выплачивается денежное удовольствие. И это просто интересная учеба. Потому что мобилизационно-людской резерв, чтобы вы понимали, это мероприятие, которое без отрыва от семьи, без отрыва от постоянного места работы, просто проводятся тренировочные занятия, раз в год проводятся сборы сроком 21 день. Все это проводится в летние месяцы с мая по август. Сейчас, когда только начинали все набирать, сейчас были проведены сборы, и руководство Минобороны решило, что все, зимние, весенние месяцы отодвигаем, проводим в теплое время года сборы. По денежному удовольствию давайте отдельно остановлюсь. Это важно, пожалуйста. Да, да, да. Там, получается, выплачивается в зависимости от того, на какой должности стоит, куда приписан, выплачивается 12% от должности плюс звание, плюс районный коэффициент. Говоря про нашу республику, учитывая уже районные коэффициенты, могу сказать, что офицеры, которые по тем или иным причинам уволились и изъявят желание записаться в резерв, будут получать ежемесячно от 7,5 до 9 тысяч рублей. Ежемесячно сержанты-солдаты, то есть это вчерашние военнослужащие по призыву, которые прибыли, встали на учет. Ну, срочники, обычные срочники. Строились куда-то работать. Да, срочная служба, сейчас термин этот не применяется, по призыву, да. И, соответственно, они будут реально получать от 4 до 6 тысяч, тоже, в зависимости от той должности. Помимо этого, проводится работа, чтобы вот эти 12% увеличить на 24%. В ближайшее время, я надеюсь, это будет проведено. Соответственно, умножайте на 2 все те выплаты. Это ежемесячно. А в период проведения тренировочных занятий, там, двух- или трехдневных, в период нахождения на военных сборах, естественно, идет выплата в полном объеме, как, ну, по большому счету, как будто ты военнослужащий по контракту. При этом на своем предприятии, в своей организации этот гражданин получает средний заработок. А работодателю военкомат компенсирует этот средний заработок. То есть тот, кто состоит в резерве, получается в двойном плюсе. Он получает средний заработок по основному месту работы и денежное довольствие за то, что он находится на военных сборах. Ну, я понимаю, здесь необходимо все-таки очень хорошее здоровье. Это понятно, это основа, это база. А предпочтение каким родам войск или не имеет значения? Главное, что ты служил и в определенный возраст у тебя. Кстати, какой возраст? Главное, чтобы служил. Значит, сразу, так сказать, воловерды вашему вопросу, да, там, по состоянию здоровья. Мы не набираем каких-то там отряд альфа, там, я не знаю, там, морские котики и так далее. Мы набираем резервистов в обыкновенное мотострелковое соединение. Поэтому там, в принципе, никаких суперкритериев к здоровью нет. Поэтому он должен быть либо годен, либо годен с незначительными ограничениями, состоять в запасе и, соответственно, по возрасту. Ну, для солдат-сержантов это первый контракт может заключиться до 42 лет. Для офицеров там повыше планка, там уже идет 57 лет, ой, 57, 47 лет, 52 года. То есть, вот такие там критерии. Младшие офицеры, старшие офицеры. Обращаться в военный комиссариат Хакаси. По месту жительства. Прежде чем проститься, позвольте, в преддверии 23 февраля, ваши пожелания всем, кто служил и кто сейчас защищает родину. Да, спасибо, что пригласили. Хотелось бы поздравить жителей республики с государственным праздником Днем Защитника Отечества. Поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы, ветеранов боевых действий. С их профессиональным, можно сказать, праздником, потому что защита Отечества, это, конечно же, в первую очередь военнослужащие, которые с оружием в руках могут защищать. Хочется всем пожелать мирного неба над головой, здоровья, семейного счастья, успехов в труде. Андрей Юрьевич, спасибо огромное, что пришли в нашу студию. Спасибо вам. Коллектив телекомпании РТС присоединяется к прозвучавшим поздравлениям. Мира и тепла в каждый дом. Это была программа «Вопрос дня». В студии работал Эдуард Иванов. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин